Совершенно два разных тайма провели, но понимали то, что играем против организованной команды. И до игры говорил, что не смотрите в таблицу, что соперник на выезде всего набрал одно очко. Команда сбалансирована и не просто так они обыграли ЦСКА на кубок. Соперник нам ничего не дал создать в первом тайме, но во втором тайме пришлось в перерыве поговорить, обозначить, что мы стоим, что мы хотим. Дальнейшие планы произвели по ходу второго тайма и ротацию, не ротацию, а замену и схему поменяли. В итоге забили два мяча и выиграли. Видите, футбол, да? Мы с Краснодаром играли с большим преимуществом, много моментов было, но сыграли в ничью. Тут, можно сказать, мы все выжили из того, что было. Футбол вознаграждает, когда команда играет до конца. И мне очень приятно то, что в последней игре этого года календарного команда порадовала болельщику. Если в первом тайме, уходя, с трибун слышалось, пора заканчивать, то после игры все аплодировали и радовались. Поэтому от любви до ненависти, как это говорится, один шаг. – Алина Грисович, когда отмечали, праздновала команду, был предельщик, вознесло что? Делали внимание, что футболисты покинули поле, то есть кого-то отправили обратно на поле. Нельзя покидать поле? – Ну, если вы забьете интернет, то что многие не знают, даже сейчас я сказал футболистам. На поле, если ни одного футболиста не оказывается, то соперник может спокойно начинать с центра поля и забивать мяч в пустые ворота. То есть один футболист должен обязательно. Мы праздновали, да, но потом что-то я вспомнил и погнал туда. Но оказалось, что у нас и вратарь там был, и Казанков еще не добежал, поэтому все было под контролем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова